Вот мне очень интересно услышать от вас, все-таки, какое вот ваше мнение, что еще детям надо сказать, чтобы раскрыть духовный мир, мировоззрение? Ну, вы правы в том, что действительно, если воспитывать, если заниматься воспитанием, то это, естественно, только с детьми, со взрослыми это очень трудно. С детьми проблема, конечно, в том, что если допускают ошибки, а мы все время допускаем ошибки, видно по истории человечества, то эти ошибки, сегодня ты допускаешь воспитание с детьми, а проявляются они через 20-30 лет, когда человек уже взрослый, исправить ничего нельзя. Каббала говорит о том, что исправляет человека только общество, создает, формирует только окружающее общество. Поэтому надо нам создать вокруг детей сегодня, особенно сегодня, в нашем жестком и абсолютно неправильном мире, эгоистическом, неуравновешенном с природой, противоположном всему остальному, всей природе, всем ее частям. Нам надо создать для детей как бы искусственный мир. То есть это не искусственный мир, но это тот мир, который будет правильным с точки зрения природы, общей, ее любви, доброты, правильного отношения друг к другу. Нам надо просто преподавать детям правильное взаимодействие между собой, без которого человек погибает, доводит себя вот до такого общества, до которого мы себя довели, до всеобщего кризиса, когда мы уже не знаем, что дальше делать и куда идти. Для того, чтобы люди не окунались в наркотики, чтобы не занимались самоубийством, не были в депрессии, в этой страшной болезни сегодня. Для этого нам надо просто создать вокруг детей, из самих детей, такое общество, их общество, не взрослое, а их общество, чтобы они между собой правильно развились. То есть учителя, люди образования, воспитания, они должны просто как бы создать для детей искусственную среду. Искусственная относительно нашего человеческого мира, потому что он неверный, она на самом деле естественная, то есть в соответствии с природой. Если мы это сможем сделать, если мы сможем преподать человеку естественный закон любви, объяснить, показать ему, что таким образом существует все на свете. Каждая клетка в теле работает в связи с остальными клетками. Если она перестанет работать с ними в сотрудничестве, то тело погибнет. Клетка, которая начинает получать ради себя, а не отдавать, она становится раковой клеткой, пожирает весь организм и в итоге погибает сама. Если мы детям постепенно на любых примерах, и на животных в том числе, и книгами, всем, что только мы можем, создадим вот такое правильное пособие, взгляд на мир, то, конечно, мы получим другое поколение через несколько лет. А со взрослыми это очень тяжело, это только ценой огромных страданий, которые им придется пережить, которые их убедят, что надо перейти к другому отношению между собой. Каббала рассказывает о том, как это сделать на самом деле, то есть, как изменить общество, все общество, мировое сообщество на земле. Но, конечно, на сегодня мы только еще пытаемся каким-то образом распространить эти знания в течение какого-то времени, я надеюсь, о них узнают все больше. Вот, и мы с вами разговариваем, и я преследую при этом определенную цель, что вы познакомитесь с этой методикой, насколько она близка тому, чем вы занимаетесь. И, возможно, все-таки мы как-нибудь сможем изменить нашу жизнь. Я подумал, что мое это мнение такое, что учителя, знаете, в один день во всей даже стране, по Израилю, по России, все учителя возьмутся за руки и в один час начнут вдруг этот духовный такой разговор, такую исповедь через духовную силу. Вот здесь я вижу, что учителя могут сдвинуть, спасти Россию и вообще от духовного опустошения новое поколение может появиться. Вы согласны, учителя? Я не представляю, как это сделать. Для этого нам надо подготовить методику, нам надо сделать много книг подобных и тем, что вы написали. Нам надо все-таки вынудить правительство в мире, людей, от которых это все зависит, согласиться с нами, что иначе мы губим наших детей. Нашим детям не для чего жить. Новое поколение не знает, для чего оно живет. Им не хочется жить. Впервые в мире мы сегодня находимся в состоянии, когда мы не уверены в том, что следующему поколению будет лучше, чем нам. Первый раз в мире. Мы всегда думали из поколения в поколение, что будет лучше, будут меньше работать, будут больше отдыхать, будут легче, не будет войн, может быть, таких, будет как-то человеку приятней, здоровее. Люди избавятся, с каждым разом будут избавляться от больших всяких проблем, недугов. А в итоге мы видим, что мир начинает... Прошли какую-то золотую точку, что ли, хотя она и тоже не была золотой, но все-таки мы прошли какую-то. И теперь мы видим, что, наверное, нет. Следующее поколение даже... Люди не знают, стоит ли им рожать детей. Что-то не чувствуем мы впереди ничего светлого. Наоборот, все большая компрессия такая о злых, каких-то непредвиденных, непредсказуемых обстоятельствах. Нехорошее ощущение сегодня у человечества. Может быть, в итоге мы когда-нибудь сможем через правительство, через международные организации, через ООН, не знаю, просто заставить родителей подумать о будущем поколении, чтобы взять абсолютно другую методику и сделать наших детей абсолютно другими, чем мы. Раз и навсегда. Иначе же мы не прервем этот порочный круг, по которому все время, каждое поколение рождается, страдает, умирает. Рождается, страдает, умирает. Нет счастливых людей. Вот изменить эту методику воспитания, это самое главное, конечно. Как это сделать, чтобы взялись все люди, все учителя за руки, если бы начать писать, требовать от учителей, от людей, занимающихся воспитанием, образованием, если бы возможно было усилить их голос, каким-то образом просто поднять вот эту волну, чтобы прервать вот этот порочный круг, вот это течение страшное, которое ведет человечество неизвестно куда. Мы должны вместе объединиться. Мы должны действительно взяться за руки и верить, что мы победим. Тьму можно только светом. Поэтому у нас остается одно – верить в это и работать. Не останавливаться. Может быть, нам надо попытаться как-то объединяться всем людям, которые занимаются образованием молодого поколения. Создать какой-то форум, что ли, международный, который бы заботился о следующем поколении. Потому что оно вырастет еще хуже сегодняшнего. Мы же видим, что им готовят. Какие телепередачи, что им скармливают на всех этих уровнях. Это же ужас. Какое насилие, эти вкусы, этот мелкий ширпотреб, эту еду. Все, что угодно. Вот правильное преподавание самого-самой природы, объяснение того, что мы в ней видим. Это так необходимо. Даже вот эти все мультики, все эти фильмы детские, они настолько неправильно сделаны для того, чтобы превознести человека и унизить животный мир, как будто это на самом деле так. То есть мы все так искажаем. Поразительно. Продолжение следует.